Субтитры создавал DimaTorzok Но не то, чтобы она посвящена черному цвету Просто она вся выполнена в монохромной гамме И это не случайно, это не депрессия Это не отсутствие солнечного света в Петербурге на меня повлияло Здесь есть целый ряд различных факторов, почему я решила отказаться от цвета Ну и самое первое, это в принципе то, что я люблю графику, люблю все черно-белое И в какой-то момент я решила отказаться от всяких лишних цветов и работать только в ЧБ Изначально я иллюстратор, основатель школы иллюстрации Поэтому в принципе мне все время приходилось работать с цветом Потому что черно-белые иллюстрации нужны только советским книжкам и больше никому Потому что всем нужно что-то продать А иллюстратор, он как такой маленький рычажок в этой огромной машине продаж Который должен привлечь максимум внимания к продукту или к чему-то еще Поэтому нужно много цвета, красивое, все такое сияющее И как вы можете понять, когда долго работаешь в чем-то одном, это очень сильно надоедает И моя природа, сильная любовь к черному свету еще больше обострилась И вот в общем-то вылилось в эту серию И пока что я не планирую уходить в цвет Буду дальше так работать И когда мы разговаривали с организаторами выставки, с галереей, ну вот с студией Лампа Мы решили, что нужно как-то снабдить дополнительными событиями все это мероприятие И первое, конечно, пришло в голову сделать лекцию о том Что вообще в принципе были такие художники, которые работали исключительно с черным Что я не одна такая поехавшая И второе мероприятие, это, конечно, перформанс, который будет в конце выставки 25 числа Ну, об этом Мария еще всем расскажет, я думаю, после лекции Так вот, сегодня весь наш разговор будет посвящен черному в искусстве как таковому То есть кто с ним работал, как с ним работал, зачем с ним работали, почему без цвета Что это за грехопадение, почему вы сатана в женском обличии и прочие вопросы Я сегодня постараюсь осветить Итак, черный цвет как таковой в культуре и искусстве довольно символичен То есть куда бы вы ни поехали, куда бы вы ни пошли В принципе, везде черный цвет связан с чем-то неизвестным и поэтому периодически пугающим То есть почему? Потому что небо над нами черное и, соответственно, неизвестное Добрый день, можете присесть Здрасте, здрасте А неизвестность всегда пугает Но кроме того, что неизвестность пугающая Она также привносит огромное количество других каких-то эмоций в нашу жизнь Ну, во-первых, любопытство, да, в какой-то степени может быть любознательность И развитие самого человеческого рода То есть мы смотрели все время в звездное небо, мечтали и думали, что это там за звезды такие Почему такое чернильно-черное небо ночью, потом становится голубым И здесь, в общем-то, появилось так много открытий И теперь мы живем в эпоху интернета и космических полетов Это классно Но, как видите, небо с черного цвета здесь обошлось И изначально мне бы хотелось сказать пару слов, уделить внимание именно значению черного в культуре, искусстве, в современном мире Ну, испокон веков и до сегодняшнего дня Вообще, поскольку я, как уже говорила, иллюстратор Я постоянно сталкиваюсь с работой с шаблонами и стереотипами И когда мне нужно нарисовать картинку, например, для Ближнего Востока, я использую один колорит, когда для Запада другой колорит Соответственно, каждый цвет имеет определенную смысловую нагрузку И в различных частях света эта смысловая нагрузка меняется С черным цветом все немножко иначе Добрый вечер, что-то остались для вас еще места Здравствуйте Мы так устроим Ну, как знаете С черным цветом все более однозначно Поскольку, я уже сказала, ассоциация основная одна То есть, это отсутствие света То есть, мы закрываем глаза, и вот он черный цвет Это неизвестность, непонятно, что дальше Поэтому я бы хотела посмотреть на несколько срезов нашего общества То есть, как мы воспринимаем цвет Ну, в культуре, как я уже сказала, это в основном связано с чем-то отрицательным Если это запад, то это практически всегда смерть в первую очередь То есть, черный цвет – это смерть Черный цвет – это грех Черный цвет – это сатана Это все связанное с каким-то ужасом Поэтому, когда человек начинает работать с черным цветом Первый вопрос у общественности Что с тобой не так? Все ли с тобой в порядке? Может быть, тебе в церковь сходить? Ну, и так далее То есть, очень странные какие-то реакции Но на самом деле художники, конечно, работают с черным Не из-за того, что у них открылся сатанинский взор Или какие-то еще другие вещи Вовсе нет На Востоке, конечно, немножко другое восприятие черного цвета Есть там и благородные какие-то вопросы Серьезность То есть, там не столько смерть Сколько вот именно серьезный подход Такой основательный Потому что черный цвет, он как бы Без изначальной какой-то дополнительной эмоции Он довольно простой Довольно спокойный И вот в Японии он даже обозначает какую-то радость И когда, например, работая с иллюстрацией Я даю черный цвет как мрачный То это, конечно, ориентировано на западную аудиторию Поскольку для запада черный цвет В любом случае все плохо, депрессивно и так далее Ну и, соответственно, из культуры Наслаиваются наши восприятия цветов Есть вообще несколько слоев восприятия Начиная с первобытного слоя Ну вот того самого, когда Мы были, ну не мы с вами, а наши предки Сидели возле костра, смотрели на звезды Там нажгли каких-то маммотов Или не знаю, что они там делали И вот у них уже сложился первый Скажем так Ассоциативный слой восприятия реальности Ну самое простое, да Желтое это солнце, там синий и голубое это небо А зеленый это там травка деревца и так далее Другими словами Это слой, который разделяем все мы с вами То есть кому не скажи желтый Первым придет в голову солнышко Это потому что самый первый, самый глубинный наш слой ассоциации с цветом Дальше есть еще целый ряд слоев Начиная с географического, да Ну например, если человек живет в пустыне То у него намного более большой спектр восприятия таких песочных оттенков То есть от желтого до красного У него намного шире восприятие цвета Чем у среднестатистического, например, человека, живущего в средней полосе Если человек живет возле моря То у него намного шире восприятие синих и голубых оттенков Ну соответственно, потому что он их постоянно видит И море, как вы наверняка видели, меняет свой цвет в зависимости от погоды Оно может быть чернильно-черным Может быть практически зеленым И также меняется настроение Согласитесь, когда море спокойное и зеленое То как бы все такие расслабленные, счастливые А когда море такое серовато-бурое И там начинается гроза То уже расслабиться довольно сложно Ну только если какие-то отклонения есть Тогда, наверное, и в такой погоде можно расслабиться Поэтому отсюда, соответственно, в психологии Появляются определенные стереотипы и шаблоны поведения То есть если человек предпочитает черный цвет То в первую очередь однозначно с ним что-то не так Хотя это неправда Ну то есть бывают и другие, скажем так, объяснения Ну кроме того, как видите, здесь жестокость, стила Но и замкнутый стремление И стремление к одиночеству То есть с одной стороны это сильный человек Который может там амбициозно чего-то добиться Но с другой стороны это человек совершенно замкнутый Не готовый идти на контакт Это довольно сильное противоречие Но очень многие великие люди Как раз таки в этом противоречии и стали великими То есть они не разбрасывались на ненужные контакты Но при этом вкладывали все силы на достижение цели Ну здесь уже важна гармония, да Но поскольку я не психолог, я не буду углубляться Но в то же время, как видите, харизма То есть видимо эти как-то вещи в психологии Сочетаются именно вот в этом гармоничном слове харизма Но поскольку я, подчеркну, я не психолог Я просто так по верхам Примерно как все это представляют И когда, знаете, всякие психологические тесты Типа какой ваш любимый цвет И конечно, если вы нажимаете черный То вам сразу посоветуют съездить на море Почитать какую-нибудь веселую книжку Посмотреть комедию Потому что, ну, наверное, у вас мрачные мысли на уме Может быть, так и есть Я не знаю Я как бы только за себя здесь сегодня говорю Кстати, еще я забыла сказать Кроме того, что я в принципе за себя говорю Я еще не культуролог Я не критик искусства Я не историк искусства Я художник И я говорю как художник сегодня Поэтому вся лекция ультра-субъективна Именно с точки зрения того, что я работаю черным цветом И поэтому я говорю как художник, работающий с черным цветом Возможно, если бы на моем месте сидел адекватный человек Он бы сказал, что Вам лучше отсюда уйти И вообще больше не слушать эту девушку Потому что с ней что-то не так То есть, ну, спросите у кого-нибудь Может быть, так оно и есть Вернемся к восприятию черного в средней статистике В Моне, соответственно, нам повезло И с приходом 20 века Ну, даже чуть пораньше Черный цвет стал признаваться более элегантным Да, роскошным и так далее Хотя раньше черный цвет носили монахи, например А монахи, они... Почему носили черный? Чтобы подчеркнуть свой аскетизм Ну, то есть, уйти от мира и так далее Это на Западе Но в то же время черные одежды, например, на Востоке Подчеркивали статус человека Как раз-таки вот то, что я говорила Серьезность и благородство на Ближнем Востоке А на Запад черный цвет пришел таким элегантным Только уже в прошлом веке И сейчас он, в общем-то, прогрессирует В своей элегантности и роскоши И, как бы, не собирается отступать То есть, это, наверное, один из немногих, да Аспектов общественного восприятия черного цвета Ну, и мне хотелось, конечно, вспомнить и про физику Поскольку кроме культуры и религии Совсем недавно в нашем обществе появилась физика И люди стали понимать, что на самом деле Это не светлячки, прикрепленные, да, к небосводу А это звезды, огромные огненные шары Плывущие, да, в пространстве безвоздушном и так далее И с точки зрения физики черный – это всякое отсутствие света, тепла и энергии Если вспомнить, например, черные дыры, да, что такое черная дыра? Это зона такой высокой гравитации, что оттуда не может вырваться свет То есть, ну, лучше света такое Он идет, идет, идет и хоп, черная дыра И все уже, он не может ничего с собой поделать Он гаснет Ну, то есть, черная дыра его в себе, скажем так Его собой поглощает Поэтому черные физики – это поглощение света и тепла и отсутствие видимого света При этом дальше мы еще увидим, что далеко не все художники согласны с тем, что черный – это отсутствие света У некоторых было другое мнение на этот счет Вот и в связи с этим сразу хотелось бы спросить у вас Вот какой черный в искусстве самый вот известный? Самый известный черный объект в искусстве – это черный квадрат А, конечно, есть огромное множество других черных картин, о которых я сегодня расскажу Но именно феномен черного квадрата очень интересен общественности с момента его появления Конечно, большая часть людей никак не может понять, зачем это было сделано Это профанация, это какое-то шарлатанство Зачем нужен этот черный квадрат? Это падение искусства, это отсутствие всякой мысли Это финал занавес И вообще, пожалуйста, не показывайте больше у меня этих квадратов Я не хочу знать, что их было еще и к тому же три То есть это довольно такой важный момент и точка отсчета нового искусства В принципе, я думаю, что раз вы сегодня пришли, то вы примерно все это представляете То есть, конечно, был и супрематизм, и другие авангардные течения до черного квадрата Их было море, и кроме того, и черных картин было море до черного квадрата Ну не море, ладно, но были Но черный квадрат своим появлением и тем, как он был преподнесен общественности Он поставил точку отсчета в беспредметном, таком концептуальном искусстве Современного, ну скажем так, мира Кстати, есть такой маленький момент, очень интересный Ну, во-первых, то, что это четырехугольник, а не квадрат Наверное, вы знаете, да, об этом Потому что у него неравные стороны и там угол 90 градусов А они немножко искажены И поэтому создается ощущение вибрации и динамики При этом человек, смотрящий на черный квадрат, ну так мимо проходящий, он этого не заметит А человек, который, скажем так, пытается понять черный квадрат Стоит и смотрит на черный квадрат на белом фоне То в какой-то момент ему начинает казаться, что что-то не так Что то ли это вот монтажеры выставки повесили как-то картину не очень То ли Малевич был какой-то вот странный товарищ У него что-то вот как глаз косил, не знаю Но что-то вот с квадратом не так И это правда И это было сделано намеренно, чтобы принять динамику фигуре То есть это не просто, да, ну как бы пытался провести прямо, но не получалось И нет Как гласит легенда, это было сделано специально И почему-то я этому верю Поскольку, ну неинтересно художнику было бы нарисовать просто черный квадратик и все Ему нужно было какую-то фишечку сделать, чтобы это было потом интересно общественности И за это можно было, да, зацепить историю легенд Хотя нужно здесь оговориться, что не всякий художник И возможно Малевич был из тех самых не всяких Задумывается о том, что он делает, когда он рисует Абстракционисты в большинстве своем Творят, ну может быть не в большинстве своем Но многие абстракционисты Творят от души, от эмоции Либо от композиции Ну то есть не вкладывая какую-то конкретную идею Хотя есть и концептуалисты, об этом мы тоже сегодня скажем Поэтому возможно это действительно был просто порыв души А потом он посмотрел и подумал, как классно получилось И в общем-то продолжил рисовать эти свои квадраты Кресты и круги Все не так просто Вообще история черного квадрата Не однолетняя Вот тут даже написано 13-15 Это не потому, что Малевич два года писал черный квадрат По чуть-чуть, как бы так размеренно Чашечку кофе выпил, немножко еще порисовал Нет, это связано с тем, что Ну как историки говорят, да Так уж на самом деле или нет, я не скажу Источник не проверенный Сами знаете, меня не было при этом Ну я просто, мне кажется, даже выгляжу помоложе, чем эти даты Так вот, в 13-м году Малевич работал над декорациями Ну, театральным декорациям И тогда появился впервые черный квадрат Но он тогда был как отсутствие как раз-таки Всякой идеи, всякой концепции То есть это был такой пластический эксперимент Ну и это было заявление Вот этот эскиз к театральным декорациям А потом, уже в 15-м, он, соответственно, написал сам черный квадрат Но подписал его сзади, в 13-м годом Как говорят критики, для того, чтобы Ну, как бы сказать, что Да, это было раньше, просто никто не видел Я самый классный, самый первый А вы тут уже по моим стопам идете Не знаю, как было на самом деле Ну вот, я вам говорю то, что То, что известно общественности Как видите, здесь есть не только, да, квадрат Но есть еще всякие другие черные фигуры Почему квадрат? А Малиевич считал, что квадрат – это идеальная форма Ну, например, физики считают, что идеальная форма – это круг Хотя, это тоже, грубо говоря, не всегда правда Например, орбиты планеты, эллиптические Они круглые, как считали, да, всякие пифагоры и прочие Так вот, почему Малиевич считал, что квадрат – это идеальная фигура? Потому что если квадрат начать вращать, получится круг А если пересечь две квадратные плоскости, то получится крест Ну и так далее Ну, то есть квадрат, как бы он самый первый и самый главный И вот он так придумал, ну и молодец Ну и кроме того, он считал, что, как раз-таки, возвращаясь к физике, да Что черные – это все цвета вместе То есть это не отсутствие цвета, а это все вот смешение всех-всех цветов Ну, надо сказать, что если вы в детском саду когда-нибудь пытались смешивать все цвета Вы знаете, что, ну, черная не получается Получается какая-то жижа, но она не черная Ну, не очень цвет Хотя если вы смешиваете все краски с черным То, наверное, в общем-то получается просто более богатый и насыщенный черный То есть тут с Малиевичем, конечно, можно поспорить Но кто мы, чтобы спорить с Малиевичем Поэтому просто это точка отсчета для нашей дальнейшей беседы Так вот, две главные для меня, по крайней мере, темы, да Который раскрыл черный квадрат – это беспредметность как таковая То есть то, что можно творить беспредметное искусство Можно творить невербальное искусство Не обязательно рисовать людей, лица, человечков, реснички и так далее Можно просто нарисовать квадрат и класс И все счастливы, и главное художник счастлив И второе для меня – это как раз-таки отсутствие цвета как такового Ну, либо смешение всех цветов, либо отсутствие цвета То есть это отсутствие каких-то дополнительных эмоций Ну, то есть если нарисовать желтый и голубой То все сразу такие «О, хочу на море» Если нарисовать там зеленый и красный Все подумают про букет цветов Или про какой-нибудь, не знаю, созревший шиповник Ну, то есть у всех сразу какие-то свои личные ассоциации возникают А черный довольно… Ну, довольно такой цвет Он даже не цвет, его нельзя считать цветом То есть это такой феномен, который всеми считывается примерно одинаково Другое дело, что всеми примерно одинаково отрицательно Но об этом чуть позже Итак, кроме того, что был черный квадрат Как я и сказала, были некоторые черные картины и до этого Например, была целая серия черных картин у Гои Но это были не черные квадраты и не черные полотна Просто там были все люди одеты и в черные Там была какая-то плохая погода И сюжеты были плохие И, в общем-то, их поэтому называют цикл черных картин Гои Есть вот Альфонс Али Возвращаясь к российским терминам Битва негров в пещере и глубокой ночью Что было, заметьте, практически за 130 лет до черного квадрата Это фактически просто черное полотно И, в общем-то, все Кроме этого, также были всякие иллюстрации в журналах К каким-то эзотерическим учениям Где были нарисованы черные квадраты Но это не было, да, актом искусства Также были иллюстрации к учебникам начальной физики Ну, тогда, соответственно, она была, в принципе, начальной То, что мы сейчас воспринимаем как физику И там тоже были черные квадраты Но это, опять-таки, может быть Не может быть воспринято как акт искусства Поскольку это иллюстрация к чему-то Здесь есть такой небольшой тонкий момент Что такое искусство, да? Каждый ответит на этот вопрос по-своему Потому что это практически то же самое Как спросить, что такое бог Потому что это, в принципе, довольно персональный вопрос Довольно интимный У меня, на самом деле, есть целая лекция Где я рассматриваю вопрос искусства И вопрос разницы между ремеслом и искусством Потому что любой художник Когда находится в кризисе Он начинает думать А то ли я делаю? А кому это надо? И вот тут возникает такой вопрос Что, может быть, нужно заняться этим модным фотореализмом? И все Потому что, на самом деле, это довольно просто Вы просто сидите и копируете фотографию Ну, или сидите и срисовываете человека с натуры Там это не так важно То есть это не требует особых эмоциональных затрат Вы сидите и рисуете Здесь важен именно ремесленный навык А все остальное – это уже то, чем вы привлекаете зрителя То есть главное – иметь вот этот ремесленный навык В абстракции все иначе То есть здесь никакой ремесленный навык вас не спасет Если ваша композиция не идеальна То вы хоть там, я не знаю, себя наклеите Ничего не поможет Ну, то есть это должно быть именно цеплять То есть здесь должна цеплять именно композиция Либо концепция Ну, вот здесь цепляет и композиция, и концепция, на мой взгляд Поэтому еще неизвестно, что интереснее Черный квадрат или вот этот Я, кстати, вот когда искала картинку конкретно эту Я нашла очень много вот таких изображений И я думаю, интересно, а вот это правда вот так выглядит? Или это просто рамка, из которой человек, который не очень хорошо умеет пользоваться фотошопом Вырезал содержимое? Потому что, видите, вот здесь есть такие вот какие-то белые каемочки И если кто-нибудь из вас когда-нибудь увидит вживую эту работу Скиньте мне смс-ку в iMessage, чтобы я была уверена, что да, это выглядит именно так И я могу быть спокойной То есть, как подчеркиваю, я вот не видела это И не знаю, так ли И вот вам рассказала, вы теперь тоже будете сомневаться Итак, я подошла как раз к тому вопросу Чем цепляет абстракция, да? Вообще, каждый историк искусства и каждый художник может сказать по-своему Да каждый человек может сказать по-своему Большинство людей скажут, что абстракция, да это какая-то фигня, я тоже так могу Но на самом деле это не так Даже проводились у психологов исследования, когда давали в фокус-группе Посмотреть одинаковое количество детских каких-то каляк-маляк и абстрактных каляк-маляк И выходило, что в 66-67% людям больше нравится абстрактное искусство, чем детские каляки-маляки То есть, вот какой-то небольшой процент, но он все-таки, да, превалирует Хотя, извините меня, это больше половины Значит, все-таки есть смысл заниматься абстрактным искусством, а не просто каляки-маляки наводить Так вот, конечно, у каждого есть свой смысл заниматься абстракцией, заниматься искусством В принципе, я расскажу о том, как я на это смотрю И о том, как, на мой взгляд, строится работа с абстракцией А вообще, когда мне было лет, наверное, 15-16, я закончила художественную школу Ну, там была эта история искусства, которую все не любили Нужно было там что-то переписывать, какие-то картиночки подклеивать и эти рефераты сдавать И в конце у нас там, по-моему, два месяца было вот про современное искусство Совсем немножко, и нам такие рассказывают про этот авангардизм, про этот ужасный супрематизм Всякую абстракцию, ну что это за пошлость Я помню, я смотрела, смотрела на эти картинки и Малеевич того же самого Ну, не то, как его квадраты еще, до квадратов И подумала, да, абстракция, ну, абстракция Может быть, когда-нибудь дорасту И вот спустя лет, наверное, 7-8 Я в очередной раз такнулась с абстрактным современным полотном Я уже не помню, какого художника По-моему, это как раз был Пьер Сулаж, о котором я еще поговорю И я подумала, все Я доросла до абстракции И теперь я могу вот с уверенностью сказать, что абстракция это круто А все остальное мне не очень А вот абстракция мне нравится И мне кажется, что во многом до абстракции действительно нужно дорасти И, ну, в процентах, наверное, в 60-ти абстракция Это искусство для искусства Это искусство для художников То есть для тех или для искусствоведов Для тех, кто понимает То есть не просто человек прошел и подумал, о, класс Куплю себе, повешу в туалете А все-таки для тех, кто понимает, что это не букет цветов Не набережная, не Великие Карповки А это все-таки какой-то акт творения И вот, кстати, когда было открытие выставки В прошлую субботу ко мне подошел один из гостей И сказал, что, вы знаете, ваши работы похожи на иллюстрации к учебнику по квантовой физике Я подумала, класс! Все, мне больше можно ничего не делать в жизни Потому что это самый крутой комплимент, который я могла получить Поскольку для меня абстракция очень близка как раз-таки к физике То есть вот это отсутствие конкретики Там же очень много сейчас таких моментов, когда даже самые крутые ученые не могут объяснить Ну, то есть квадтовую запутанность и прочие вещи О том, что такое сингулярность, да, что происходило до большого взрыва Ну, то есть те вещи, которые ученые действительно никак не могут распознать Ну, слава богу, нашли Базон Хиггса, спасибо и на этом Но никто все равно не знает, что с этим делать Поэтому абстракция, в принципе, очень близка для меня вот к этим рассуждениям О, ну, возможно, на стыке, да, какой-то эзотерике и физике Когда уже нет четкого понимания того, что же это на самом деле такое И вот абстракция действительно, наверное, как иллюстрация к тому, что это все такое Так вот, сейчас небольшое такое исследование на тему На тему композиции Поскольку я обожаю композицию Иллюстрация для меня в первую очередь главная композиция А все остальное это уже как бы, ну, это банальное жонглирование стереотипами И, в общем-то, все, больше ничего не нужно Нужно классно уметь рассказывать анекноты И хорошо помечать их в золотое сечение Это и есть иллюстрация Все остальное это то, что любят рассказывать лекторы на уроках по иллюстрации Так вот, самое первое вообще в принципе в искусстве визуальном Неважно каком Это там живопись, скульптура, кинематограф, фотограф, неважно Это золотое сечение Это крутая вещь, которая была до того, как ее изобрели И будет после того, как все про нее забудут Почему? Потому что она описывает то, как человеческое сознание Воспринимает мир И с другой стороны, она описывает то, как вселенная этот мир создала И вот в золотом сечении как бы сходятся все вот эти вот прекрасные вещи И поэтому она так называется И выглядит довольно симпатично, согласитесь Все ракушечки, там какие-то спирали фибоначчи Это все, в общем-то, золотое сечение И есть такой момент, что если взять любую работу более или менее приличного художника И наложить на нее золотое сечение или три трети То фигуры и композиция лягут идеально И особенно это имеет отношение к абстракции Я помню на одном из занятий как раз-таки по коммерческой иллюстрации Я рассказывала про золотое сечение Про то, как им пользоваться, помещать верстку и прочее И одна из девушек мне сказала Что, а вот вы знаете, на самом деле современные художники отрицают золотое сечение И вот все, что вы говорите, неправда И я говорю, давайте разберемся, кого вы, во-первых, считаете современным художником Она говорит, ну вот, например, Мадриан А Мадриан на минуточку, ну, не самый современный художник на свете Ему как бы уже сто лет, если что Ну, хорошо, давайте разберем Мадриан У меня, к сожалению, сейчас нет примеров Но если вы придете домой, вы можете посмотреть И наложим золотое сечение В 101% случаев эти его прекрасные решеточки Красно-желто-синий Идеально попадают в золотое сечение То есть тот центр композиции, который он задумал Он идеально совпадает с золотым сечением Я не знаю, специально он это делал или не специально Но это очень крутой такой пример того, как работает абстракция И если посмотреть на остальные работы, о которых мы будем говорить Действительно золотое сечение очень круто работает Причем, как его не поверни, оно всегда будет описывать то, как, в общем, абстракционист Эту свою работу придумал и исполнил Но кроме золотого сечения в визуале существует огромное множество других правил Которые, с одной стороны, помогают построить этот визуальный ряд А с другой стороны, помогают его воспринимать Есть еще третий момент, когда человек творит интуитивно Во многом это называется талант Вот знаете, когда еще дети в детском саду сидим, рисуем И говорят, ой, какой талантливый ребенок Хотя, ну, по сути дела, вот чего он рисовал этот и другой Ну, не очень-то отличается Но где талант? Там как раз, где вы видите, что вам приятно смотреть на картинку Вы не можете себе этого объяснить А это как раз и есть интуитивное чувство золотого сечения Ритмики, динамики и так далее В какой-то момент, когда я рисовала уже профессионально иллюстрации Я поняла, что я вообще не пользуюсь никакими шпаргалками, ни ритмикой, ничем Да я вообще никогда в жизни этим не пользовалась Потому что я никогда не могла понять, зачем это надо Наверное, надо, но мне все время было лень И когда у нас в университете просили Вот вы нарисуйте картинку, ну, оставьте все следы, короче, построения Мне было непонятно, ну, как это, я сразу нарисовала У меня нет никаких следов построения У меня хоп, и все И вот тогда я подумала, хорошо, давайте разберемся Я начала заниматься построением, изучать все вот эти вот пути То, что я пропустила мимо ушей за ненадобностью И я поняла, что теперь я могу не только нарисовать, но еще и объяснить То есть как раз все вот эти вещи, которые помогают выстроить визуальный ряд И это напрямую относится к абстракции Во-первых, это ритм То есть что такое ритм? Ритм – это состояние того, как мы воспринимаем реальность Ну, во-первых, ритм подчеркивает перспективу очень часто Это самый простой пример, да Мы идем по Невскому, и фонари стоят И вот они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются И уменьшается, да, между ними, соответственно, расстояние На самом деле оно не уменьшается Но это, да, оптическая иллюзия И, соответственно, это ритмника помогает нам понять пространство И вообще ритмы, кроме того, чтобы строить пространство Также могут строить динамику То есть когда человек поворачивается То, соответственно, также действует огромное количество законов до оптики на него И он по-другому воспринимает мир И в первую очередь это основано на ритмах То есть на тех, как бы, ну, как сказать так Предметах, да, которые делят наше пространство И которые являются ориентирами для глаза И почему в абстракции ритм важен? Потому что он задает динамику То есть он помогает человеку не просто кинуть взгляд на картину Но захотеть в нее проникнуться Ну, например, слева у нас полотно как раз-таки Пьера Сулажа И мы видим, что здесь такое нагнетание идет И это ощущение как раз-таки связано с тем, что Вот эти вот зазоры, они начинают уменьшаться, да Хотя сама кисть не меняется То есть вот сам мозог одинаковый И при этом Пьер Сулаж, он не из тех, кто сидит Считает сантиметры и проводит аккуратненько кисточкой Нет, он ближе к как раз-таки какой-то экспрессивной манере Тем не менее он всегда отрицал свою принадлежность к абстрактному экспрессионизму Поскольку он все-таки довольно вдумчиво работает Ну, не только на эмоциях, да, строит свои работы У него скорее это исследование техники, исследование материала, исследование композиции Но все равно оно построено на чувственном восприятии И здесь у нас Мазервилл и, соответственно, тоже определенный ритм Но здесь ритм абсолютно спокойный, да, он повторяется И поэтому есть совершенно другое ощущение И если сравнить ваши эмоции относительно двух картин То вы поймете, что они абсолютно разные Это как раз-таки работа с ритмом То есть насколько вам кажется более активным восприятие работы, что ли То есть вы смотрите, и вы там хочется вздохнуть Или может быть сердце начинает хватиться быстрее Это из-за того, что у вас подсознательно появляются какие-то ассоциации Или с бегом, или с какими-то быстрыми движениями То есть когда ритм учащается, то, соответственно, учащается динамик Учащается скорость А если ритм спокойный, как здесь То, соответственно, это либо какая-то рутина, будня, что-то еще То и, соответственно, состояние спокойное Но при этом здесь также важную роль играет контраст А контраст чуть позже Здесь важный пример именно относительно ритмики Второе – это динамика Но динамика не только ритмическая, о которой я здесь сказала Но также динамика концентрации внутри самой работы Как видите, эти полотна, соответственно, Поллока и Де Кунинга Они отличаются от этих работ Хотя, а это тоже черные работы И они тоже нарисованы, соответственно, художниками прошлого столетия Только задача была немножко иной Ну, я думаю, про Поллока все и так знают Это тот парень, который брызгал красками на холст Мне кажется совершенно бездумно На самом деле у него была своя совершенно технология Он использовал не каждую краску И не всяким способом он наносил эти свои разводы То есть это все было не так уж случайно, как вам кажется Вообще, в принципе, хаоса никакого такого, как кажется В его работах нет То есть все достаточно упорядочено И... Ну, вы, кстати, можете так мысленно, периодически накладывать Спираль Фибоначчи и смотреть, насколько она работает или не работает И очень часто будете замечать потом Что действительно есть и движение И, возможно, там эти три трети Так вот, здесь динамика отличается от ритма тем Что она как раз-таки делает движение Вообще, есть такие вещи, как... Что-то я сегодня не взяла с собой никакой листочек Ну, ладно Короче говоря, вот наше золотое сечение Вернемся к нему Проще всего рассказать Есть, соответственно, правило там трех третий И правило золотого сечения Когда мы делим пространство на один и одну шестую Ну, вот представьте себе, что решеточка внутри есть такая И, соответственно, получается у нас четыре точки Раз, два, три, четыре И вот эти четыре точки, это четыре самые крутые точки Где можно расположить в центре вашей композиции Вне зависимости от того, рисуете вы абстракцию Вербальную композицию, снимаете кино и так далее То есть это вот четыре точки, которые притягивают внимание зрителя Как раз-таки благодаря устройству психологии Или фиг знает чего еще Так вот, из этих четырех точек По мнению психологов, есть только две, которые максимально притягивают зрителя Почему? Потому что в западном мире существует правило Мы воспринимаем мир слева направо, снизу вверх Это вот наша такая с вами особенность Например, на Ближнем Востоке люди воспринимают мир справа налево Если вы знаете, они и читают так же И даже рекламу, которую адаптируют западную на Ближний Восток Они ее зеркалят То есть важно понимать, что Я сейчас говорю о западном мире Так вот, из-за того, что мы смотрим на динамику Снизу вверх, слева направо У нас получаются только две крутые точки Это нижняя левая и верхняя правая И соответственно, именно они заключают в себе Самый сильный динамический посыл А если изобразить какую-то, не знаю, вербальную вещь Может какой-то сюжет по этим двум точкам То, соответственно, у нас получится динамическое развитие И это не просто динамическое развитие Это динамическое позитивное развитие То есть когда мы видим такое движение Ну, у вас это будет вот такое движение То значит это классно Что что-то идет вперед, развивается Вспомните графики, валюты Это всегда движение вот туда И это всегда очень хорошо Если движение обратно Ну, не вниз, а вот именно обратно То, соответственно, это взгляд в прошлое То есть это немножко другая эмоция И другая динамика, другая ритмика Ну, кстати, на моих работах Можно вот там сзади посмотреть Это как раз есть Вот первая и последняя Это как раз-таки положительная динамика А вот это вот в третье Это с отрицательной динамикой Ну, вот это тоже с положительной, кстати Кроме того, в самой динамике Есть еще поддерживающая динамика Например, вот на этой работе Можно это, кстати, увидеть Есть главный, да Объем, который движется снизу вверх Слева направо Позитивный, как я уже сказала Есть еще одно движение Вот оно здесь И повторяется немножко здесь Которое как бы его поддерживает То есть оно короче Но в то же время Именно из-за того, что оно короче Оно является основой для положительной этой динамики Ну, это такие небольшие, скажем так Выбросы информации Чтобы то, о чем я буду говорить дальше Стало понятней Так вот Как раз-таки динамика И объясняет вот эти законы То есть эти законы объясняют динамику И на этих работах мы можем проследить Как раз-таки и все эти точки И, соответственно, концентрацию определенных Как бы это сказать Ну, не символов Ну, в общем Определенных мазков В определенных местах Зачастую автор это делает неосознанно А может быть по своему какому-то Интуитивному восприятию А иногда наоборот осознанно Потому что точно знает Что это та композиция Которую он хочет построить Кроме того Возвращаясь к ритмике Ритмика В первую очередь Это основано на контрасте То есть чем выше контраст Тем лучше считывается ритмика Чем выше контраст Тем лучше считывается, соответственно, динамика Поэтому, в общем-то, черно-белые работы Очень выигрышные Потому что в таком контрасте Все очень круто считывается Здесь у нас работа Франца Кляйна И Пьера Сулажа В принципе, они похожи Но на самом деле подход У этих авторов абсолютно разный Об этом тоже чуть позже Чем хорош контраст? Во-первых, тем, что он Зачастую в большей степени Влияет на наше восприятие Чем все предыдущие законы О которых я говорила Какие есть контрасты? Какие вы знаете? Что еще раз? Смысловые по массе По размеру По объемам То есть кроме цвета Есть еще куча других И поскольку Здесь люди работают с черно-белой гаммой То первый контраст уже есть по умолчанию А второй контраст Это как раз-таки контраст объемов Когда есть что-то большое И что-то маленькое И, соответственно, если мы делаем Что-то большое черное И что-то маленькое белое То здесь у нас сразу есть Ощущение нагнетения То есть ощущение Того, что что-то надвигается Потому что черное, соответственно Воспринимается таким Довольно объемным Хотя, если мы говорим О обычной Да, оптической визуальности То Черная скульптура Человек одетый в черный Они смотрятся уже Ну, соответственно, стройнит Поэтому Поэтому фэшн так любит черный А белый, наоборот, как бы полнит Но из-за того, что Контраст работает в обратном направлении Да, большое черное А беленькое маленькое То, соответственно, он становится Еще более ярким Поэтому здесь мы видим Например, огромное пятно черного цвета У сулажа И небольшое пятно Белого фона Который как раз-таки С одной стороны Является Ой, пардон Подавляемым С точки зрения Да, вот этого пятна Но с другой стороны Является развитием Сейчас объясню Что я имею в виду Почему Эта картина Неоднозначно Вызывает ощущение Подавления У меня она, в принципе Такого ощущения не вызывает Но иногда бывает Потому что Как раз-таки здесь Работает правило Золотого сечения И правило Положительной динамики Вы видите Что белая область Белый объем снизу Получает свое развитие Да, в каких-то белых Областях Незакрашенной краской Сверху Поэтому, соответственно Создается впечатление Положительной динамики Здесь уже Ну, как бы Никуда не деться Это встроено Психологически Поэтому черный цвет Здесь не является Подавляющим Он, наоборот Ну, как бы Дает Положительную динамику Для белого цвета То же самое Мы можем увидеть И здесь Однако здесь Более статичная Динамика То есть Ну, есть еще Статика динамика Да Например Если мы ставим Треугольник Равнобедренный На одну из сторон То у нас Получается Идеальная равновесие Да То есть Она никуда не двигается Если же мы Чуть-чуть его Приподнимаем То у нас Сразу все Нам кажется Что сейчас Мир Поедет Куда-то покатится Именно потому Что Соответственно Нарушается Равновесие И как раз таки Если мы хотим Добиться статики То мы делаем Что-то квадратным Да Или равнобедренный Треугольник Какой-то Хотя треугольник Равнобедренный Менее статичен Чем там Квадрат Или прямоугольник Вот соответственно То, что есть здесь Но Наиболее высшим Пилотажем Является Сочетание Статики И динамики Когда динамика Например Вписывается в статику То есть У нас есть квадрат А внутри него Как мы видим У Клайна Получается Что у него есть Практически Прямоугольник Как видите А внутри него Происходит Как раз таки Динамика По золотому сечению Это по-моему Очевидно Видно Можно даже не обводить Так вот Кроме того Что это создает Динамику Внутри статики Это также Дает небольшой Ну скажем так Небольшой вход В пространство работы Это также есть Вот на одном Из моих полотен Сзади второе Когда есть Ощущение присутствия И подглядывания То есть Получается Что вы Как режиссер Как оператор Разрешаете Зрителю Стать соучастником Вашей работы Конечно Когда это В иллюстрации Или например В какой-то Там реалистичной работе Там где есть люди То это работает Проще И лучше Например Дверной проем Или может быть Окно Или там какая-то Ширма То есть это работает Уже и на подсознательном уровне Как ассоциация То есть вход Куда-то Там балкон Не важно что Или даже деревья На переднем плане Это всегда Создает впечатление Того что можно Войти в картину С абстракцией Это работает только На подсознательном уровне И когда есть Некое ограничивающее Пространство Даже такое как здесь Это все равно Уже вовлекает Зрителю больше Чем если бы Этого пространства Совсем не было Как здесь Ну то есть Вполне возможно Что художники Когда это рисовали Они об этом Вообще не думали И эта вероятность Есть И она довольно высока То есть здесь Именно ощущение Интуитивного движения Интуитивной динамики Интуитивной Да Вот этой вовлеченности Присутствует Поэтому абстракция Она и такая Граничущая С полным бредом Ну то есть Либо это очень круто Либо это совсем ужасно Поэтому здесь нужно Как-то вот Уметь сочетать И гармонично Все это контролировать Это что касается Контраста То есть Здесь важен Не только контраст ЧБ Да Или там Большое белое Маленькое черное И так далее Но и важно Именно то Как вы используете Вот эти Контрастные элементы Для того Чтобы подчеркнуть Всю остальную Весь остальной спектр Да Композиционных Вот этих вот Маркеров Ну и Все это можно Объединить Рассказав пару слов О том Как работал Например Франц Клайн Это художник Который работал Исключительно С черным цветом Но Его работа Называются Белые формы То есть Он обращает Внимание Не на Объект Нарисованный Черным А на пространство Вокруг него Так вот Это и есть Контрформа Я познакомилась С этим понятием Когда поступал В университет Нужно было Рисовать Фигуру В интерьере И Андрей Ювеналевич Мой Педагог Рассказал мне О классной Такой Ну как бы Хитрости Вообще Это не такая уж и Хитрость Это просто Ну как бы То, чему Учат всех Людей В художественных Школах А меня Почему-то Не научили Это понятие Контрформы Когда сидит Например Человек Стоит Ваза Натюрморт Или пейзаж То кроме того Чтобы воспринимать Это как Человека На стуле Можно воспринимать Пространство Вокруг этого Человека Ну например Вот две дырки И пространство Вокруг И соответственно Этими дырками Можно лепить Композицию Это очень классно Работает Когда вам нужно Сделать Убедительный Натюрморт Или убедительную Какую-то Сюжетную Композицию Потому что Именно Этими дырками Вы собираете Компоновку То есть Вы смотрите На работу Не как На какое-то Количество Голов Рук Ног Деревьев А вы смотрите На работу Как раз На абстракцию И получается Что вы можете Как раз таки Композицию Уравновесить Поэтому Контрформа Очень круто Работает Как раз таки С точки зрения Повышения Ремесленного Навыка Но В этих Абстрактных Работах Она работает В чистой Своей Ну скажем так Природе То есть Здесь есть Не просто К слову Это не просто Черным накрашено Вот так вот На белом Это на самом деле И черным накрашено Конечно тоже Но и вокруг Есть Вот это Белое пространство Которое дополнено То есть Вокруг По черному Именно чтобы Слепить вокруг Вот эти вот Белые формы Которые определяют Предмет внутри То есть Здесь получается Работа от обратного То есть Мы рисуем не черным Да Как бы рисуем белым По черному И соответственно Изначальная концепция Совершенно иная А уж Как воспринимает Зритель Это совсем Другая история Это как раз К разговору Об искусстве Для художников Но Тем не менее Про понятие Контурформы В абстракции Нельзя было умолчать Потому что Это очень важная вещь Не только В черных Картинах Но и В визуальном Искусстве В целом Ну и Дополняя Уже Такими Более Точечными Техниками Можно сказать Про вибрацию И текстуру Это уже Как бы Не Фундаментальные Законы Композиции А те Которые Можно Самому Придумать Исходя из Фундаментальных Законов Композиции И вот Например Можно создать Вибрацию Я Прекрасно Понимаю Что Вот это Полотно Рейнхарда Вам совершенно Не видно Она выглядит Как квадрат Черный Но это Не так На самом деле Там Черный Крест На черном Фоне То есть Знаете В художественных Школах Есть такое Упражнение Белый Натюрморт Называется У вас Белая Тряпочка Лежит Белое Яйцо На белой Тарелке Белая Чашка С молоком И прозрачная Стеклянная Бутылка Ну то есть Все белое И вот Человек Например Когда ему 13 лет Приходит Смотрит Ну и Как это Класс И все Но на самом деле Не все так просто Это как раз Такие упражнения На развитие Восприятия Различных Оттенков Как знаете Эскимосы Умеют Определять До 100 Оттенков По-моему Белого цвета Вот этого Снега Потому что Им это важно Не просто Потому что Им нравится Любоваться на снег А это Жизненно важно Что если Снег там Чуть пожелтел То это значит Там одно Если там Снег или лед Более голубой То это совершенно Другое Ну в принципе Конечно Можно жить без этого Но это важные Такие Определяющие Понятия В нашей жизни Так вот Это Это полотно Как раз таки О том же Только это черное На черном И здесь Вибрация Вибрацию Не прочувствовать Вот так вот Глядя на работу В интернете Или на моей презентации Это нужно встать Перед полотном И тогда Она станет очевидной Именно за счет того Что это Разное по фактуре Пятно То есть Крест Вот на данном квадрате Они разные по фактуре И соответственно Из-за нее Создается Вот эта вибрация Но намного более Понятная вибрация Соответственно У Фрэнка Стеллы То есть Здесь все понятно Да Тоненькие Беленькие Линии Которые Оставлены Не закрашены Да Как вот Ну Не то что Ну да Они не закрашены Получается Что он вот стоял Там потом еще будет картинка И короче Вот рисовал Эти черные линии И между ними Оставался Оставался Зазор И именно Вот этот зазор Он создает Ощущение Вибраций И ощущение Того что Картина вас Как бы поглощает И вы туда падаете И так далее Здесь можно развивать Дальше Вот эту Оптические иллюзии Вдаваться В какие-то Эксперименты В принципе Так вообще Легко и есть Но Я хотела Рассказать Именно о том Как работает Вибрация В черных Картинах То есть Это может быть Не только Банально Контраст Черного и белого Но и может быть Работа С текстурой Фактически Это кстати Работа Того же Пьера Сулажа О которых я говорила Сегодня уже Не первый раз Эти работы Не просто Вызывают Ощущение Вибрации Но также Они Являются Яркой Иллюстрацией Того Как можно Рисовать Черным По черному Этот художник Даже не брал Две краски У него Это все Одна и та же Краска Но здесь Работа Именно с текстурой То есть Он берет Например мастихин И проводит Сначала в одну Сторону краску А потом в другую И соответственно То как падает Свет На эту текстуру Лепит Совершенно Разные формы То есть Это уже Такой Отсылка Рельефа К скульптуре Это немножко Другая Степень абстракции И при этом К примеру Сулаж Говорит Что Он в первую Очередь Технический Специалист То есть Ему важно Найти специальный инструмент Специальную краску Да И определенный Там Холст Или может быть Картон Даже на стекле По-моему Он работал На оркостекле И только При сочетании Идеальных материалов Получается то Чего он хочет добиться Он там Гудроном рисовал Еще чем-то И даже Где-то Я читала Что У него есть Специальный мастер Который делает Такие кисточки Щеточки И инструменты Которые он сам придумает Ну то есть Он что-то себе спроектировал Он придумал Какой мазок ему нужен Ну вот например Да Вот какой-то такой И он идет к этому мастеру И говорит Вот мне нужна вот такая кисть Вот Чтобы она давала такой мазок И соответственно У него там Целый спектр инструментов Которые создают Не просто Да Там какую-то Фактуру Как кисть А намного Более Скажем так Развитые Чем обычный Художественный инструмент Конечно Ну далеко Не всякому человеку По зубам Такая абстракция Ну Во-первых Потому что Это черные картины И как бы Если нету Яркого Контрастного Источника света То Ну и очень странные Картины Могут сказать люди Но Что самое Крутое На мой взгляд В этих работах Сулажа Что каким бы ни был Источник света Они все равно Кажутся живописными То есть У него настолько Контрастно положены Вот эти Мазки Что он работает Не с черным цветом А он работает С тем Как на него Падает свет Соответственно Сулаж работает Не в абстракции Не с поверхностью Холста А непосредственно С источником света А это уже тоже Ну да Определенная концепция И определенный взгляд На абстракцию Совсем другой Чем просто Взять И что-то там Накалякать себе Ну и Скажем так Доходя до Последних таких Вех В абстракции Именно то О чем я хотела Рассказать Я хотела Обратить внимание На детализацию На детализацию В абстракции Это у нас опять Эд Рейнхард И Де Кунинг По-моему Про тех я уже говорила Да Про всех Вот Что в общем-то Лучше Минималистично Как-то Что-то изобразить Или Добиться детализации Вообще На моем опыте Люди Очень любят Детализацию Люди Очень любят Когда есть Что порассматривать Неважно Это Какие-то Вербальные Картиночки Или абстракция Многим нравится Когда есть Много всего Я не знаю Почему Может быть Это желание Избыточности В жизни Или каких-то Еще других Вещей Но Даже Когда я была В русском Музее Недавно Мой спутник Очень долго Рассматривал Такое Огромное Полотно Испечатленное Маленькими Мазочками И он сказал Вот это вот Классно Потому что Можно долго Рассматривать То есть Там очень-очень Много Деталюшечек Которые В принципе Не несут Никакого Вербального Месседжа Ничего Это просто Какие-то Маленькие Штучки Но можно На них Долго смотреть Так вот Остальные Там сколько 20-30% Людей Любят Минимализм Я отношусь Тоже К этим людям И мне Например Намного Интереснее Было бы Рассматривать Вот это Полотно Сулажа Которое Не является Супер Детализированным Чем Того же Самого Родка У которого Много Всего Для меня Это слишком Большая Концентрация Всяких Каких-то Слишком Большая Концентрация Все У меня Сразу Теряю Интерес И ухожу Наверное Потому что Это разный Темперамент И соответственно Разное Психологическое Восприятие Работ Поэтому Здесь Я думаю Каждый Выбирает Сам Уходить В какую-то Детализацию Или Оставаться Таким Минималистичным Вообще Можно подумать Так Что Ага Вот если Это Детализированная Работа То можно Знаете Как В Эрмитаже Сесть На лавочку И вот И смотреть На нее И смотреть И смотреть Или как В русском музее На последний день Помпей Класс Ну как Кино Смотрится Как кино Можно Рассматривать Все эти Фигуры Мне кажется Это Бестселлер Тех времен Когда Брилов Ее писал Потому что Она действительно Рассказывает Много историй И одну Большую Так вот Возможно Такая Абстракция Детализированная Есть Брилей Работа Работа Нет Нет ничего Нет ничего Черный Немножко Вибрация Цвета Небольшая И Небольшое Недокрашенное Пятно И уже Оно Будет Привлекать К себе Внимание Ну и Пожалуй Сейчас Мне бы хотелось Просто В заключении Пробежаться По творчеству Самых Известных Черных Как бы Российски Это не звучало Художников И Их Черной Живописи Вообще У каждого Из них Была своя Философия Как вы Уже Поняли Не все Действуют Исходя Из формы Не все Действуют Исходя Из концепции Ну например Марк Ротко Он Как раз Таки Был За Концепцию Хотя Если вы Знакомы С его Работами Многие Из них Не имеют Особо Концептуальных Названий Они могут Называться Там Композиция Номер Один Или как-то Так Или там Полотно Номер Пять Но при этом Как вот здесь Он пишет Он хочет Привлечь Внимание Отсутствие Вербальности На картине Он хочет Привлечь Внимание К остроте Темы Указанной В названии То есть Это своя Какая-то Фишка У него Такая была И Одна Из На мой взгляд Самых Мощных Его работ Ну может Это из-за того Что я люблю Черный А может Это из-за того Что Работа Действительно Мощная Это Цикл Из 14 Картин Целая серия Для капеллы То есть Вот Такое Современное Рубанистическое Здание Такое Знаете Из Айн Рент Вот оттуда И соответственно 14 его Холстов То есть Вместо Икон Вместо Каких-то Богоподобных Ликов Соответственно Владельцы Заказали 14 картин Именно Марка Ротка То есть Это довольно Сильные работы И Одним из пунктов В жизни Который я хотела бы Осуществить Это там побывать Знаете У многих Такое бывает Надо съездить В Лубр Посмотреть Монолизу Вот мне Монолизу Не очень интересно Смотреть Мне как-то Не очень Ну Монолиза А вот В капеллу Я бы съездила Потому что Мне Как раз таки Интересно Посмотреть На Вибрацию Картин На то Как они Сработаны Именно в пространстве И относительно Того Когда они Вот там Выставлены Он же все это Продумывал Не просто Он так нарисовал И отдал А это конкретно Было Продумано Относительно Пространства Конечно Когда я Рассказываю Людям Не интересующимся Искусством Для них Это все кажется Какой-то профанацией Шарлатанством Ну что это за фигня Человек там 80 лет Рисует черным Ну какого черта С ним что-то Не в порядке Или он нас обманывает Как например Пьер Сулаж Но на мой взгляд Это просто Нечто Что идет Изнутри У всех По-разному Ну и соответственно Полок Полок Не всегда работал С черным цветом Так же как и Ротко Просто Они самые известные Из списка Которые я хочу рассказать Вообще Полок Это очень спорная Личность В истории искусства И при этом Самая дорогая То есть Его картины Реально Самые дорогие Ну там Цветные и черно-белые Это не важно То есть Какой бы профанации Общественность Не считала его работы При этом Как бы арт-рынок Его признает И так вот Ставит на пьедестал При этом Недавно Ученые выяснили Там Посчитали Какую-то Случайность Работ В общем Есть такой процент Хаоса во вселенной И в принципе Во вселенной Все То есть Хаос не случайный Он Такой специально А не потому Что так сложилось Так вот Это число Как-то называлось Я сейчас К сожалению Не вспомню Ученые решили Посчитать Точно так же Картины Поллока И обезьяны Ну то есть Они дали обезьяне Краски Она что-то Пофигачила И вот Они Короче Начали считать И получилось Что У поллока Как раз таки Как у вселенной Хаоса нет Ну там Какой-то Микро процент То есть У него Все не случайно Вот это Гармонизация Пространства То есть Какой бы Шарлатанская Не выглядела Работа Абстрактных Экспрессионистов Не такая уж Она и шарлатанская Ну и Де Кунинг Де Кунинг Вообще Личность Тоже культовая У него был Цикл Из черных работ Это не все Из этих работ Кроме этого Он работал с цветом С вибрацией цвета Но об этом Я сегодня не буду говорить Я же не историк искусства Я говорю про черные картины Но вот этот цикл Он представляет собой Некий политический акт То есть Он говорил там О войне в Испании И так далее То есть Для него это именно Психологически Оправдано То есть Не просто там Черный как черный А это именно Специально Выбранный цвет Соответственно Здесь совершенно другая Подоплека К работе Ну и соответственно Фрэнк Стелла О котором я уже Сегодня рассказывала На самом деле Вот таких работ У него просто Миллионы Мне кажется Даже если в интернете Поискать Вам будет казаться Что вы смотрите На одну и ту же работу Но это не так Они как бы разные Так же как Три квадрата Малевича Они так же Не одинаковые И вот Очень мне нравится Вот эта вот Фотография Сразу видно Что это процесс Очень медитативный У человека Вот он стоит И рисует Эти полосочки И так Ну Они в любом случае Фактурные Потому что Он как бы Краской По холсту Вот эта работа Она не рельефна Просто оптическая Да Да То есть Нет ощущения Того То есть На самом деле Они плоские Это именно Работа с вибрациями И мне кажется Что вот То чувство Которое испытывал Он Когда их рисовал Во многом Передается Потом зрителю То есть Мы так же Смотрим на них И они затягивают Эти работы Очень интересно Мне нравится Ну Не знаю Как вам Мне нравится Мне вообще нравится Вот эти ребята Я не просто так Про них рассказываю Потому что После того Как я начала Работать с черным Я начала Эту тему изучать До того Как я начала Свою черную абстракцию Я знала только Моего Ну Как знала Я знала много О Пьере Сулаже Потому что Я его очень люблю И потом уже Хочешь не хочешь А стали всплывать Другие какие-то имена Довольно известные Соответственно Но я стала Про них больше читать Больше узнавать И Соответственно Мне было интересно Их мотивация Почему они работают С черным И Как оказалось Каждый работает С черным По своей личной причине Для кого-то Это концепция Название Да То есть Что-то важное Для кого-то Это чистая композиция Для кого-то Это там Работа со светом И так далее Ну вот Франц Клайн Как я уже говорила Это соответственно Контрформы И Для него это не черный цвет Это работа с белым цветом Просто черный идет Как Максимально подходящий Оттеняющий Белый Ну Такой Грустный парень Сидит Может и вправду С художниками Работающими По черному Что-то не в порядке А вот Соответственно Рейнхард Я уже показывала Эти работы И вот здесь Очень ярко видно Что Но в интернете Посмотреть Вы их нормально Не сможете Потому что Не передает Пока что Компьютер Все вот Как по-настоящему Вот сейчас Кажется Что просто У него там Какие-то черные Картонки Нарезанные И он Ими Манипулирует Но на самом деле Это не так Как видите Вот здесь уже видно На поверхности Которая Отсвечивает Что все они Разные по фактуре Как раз таки Здесь Как и у сулажа То что я говорила Да Работа со светом Он мог накладывать Или так Мазки Или так Или например Знаете Когда вот Холст еще Не прогрунтован Можно его закрасить И тогда Будет не глянцевая поверхность А такая матовая Ну то есть Получится Что у вас Виден сам холст Но он Цветной Ну соответственно Холст может быть черный И по этому Черному холсту Можно там Провести Как раз И какие-то Черные формы Но уже Более пастозно И получается Что это Черная работа Полностью Но она Ну как раз С вибрацией С композицией С ритмикой И так далее Ну и вот Соответственно Мазервилл О котором я уже говорила Сколько работ Я его не видела Вот Этой серии Они Во-первых У них есть Два свойства Они очень большие И они очень похожи Друг на друга Я не знаю почему Я с ним не общалась К сожалению Но возможно Когда я у тебя Прочту Его Эти Статьи Или дневники Мне станет понятно Пока мне не очень понятно Но видимо Это как раз таки Работа с контрастом И ритмикой То есть Как вы видите Здесь только ритмы Да Но здесь есть Также контраст формы Круглая Круглая И не круглая Соответственно И Контраст размеров Да То есть Когда мы видим Здесь полотно Много черного Много вот этого Непонятного Бежименького цвета Есть вкрапление белого И фактически Именно там Где есть вкрапление белого Создается Самый максимальный Контраст И именно туда Притягивается Взгляд зрителя Ну и соответственно В зависимости от того Как нагнетается ритм Также работает и ритмика О которой я говорила Но для меня Все работы Абстрактные Это всегда загадка То есть Я например Не люблю подходить И читать Про работу Мне надо сначала Посмотреть на нее И только если Мне она нравится Тогда я иду и читаю И когда у меня спрашивают Типа Ну вот А как ты можешь сказать Нравится тебе абстракция Или нет Ну типа Это же концепция Это целый там Целый может быть Диссертация Написана об одной работе И для меня все очень просто Мне либо нравится Либо нет И мне кажется Что если все люди Будут жить по этому принципу Нравится Не нравится То все как-то проще станет А вот без этих Вот Ну конечно Да Как у грешковца Штаны неплохие Но себе бы я такие Не купила И вот Ну либо нет Либо да Ну что тут Какие-то полутона Мне кажется С абстракцией Полутона не работают Она либо притягивает вас А вы останавливаетесь И понимаете Это ваше Либо все До свидания У реализма Есть Намного больше шансов Чем у абстракции Это как знаете Полнометражный фильм И короткометражка У короткометражки Есть там 3-5 минут Чтобы зритель влюбился А у полнометражного А у полнометражного фильма Есть 2 часа Можно вот Влюбляться Выключать Ходить бутерброд Сделать То же самое У реализма Реализм Может Подмигнуть Там Красивой Не знаю Ниткой Жемчуга Идеально прописанной Да Может быть Какими-то там Платьями Пейзажами То есть Здесь Реализм Готов на все Чтобы понравиться Зрителю У абстракции Шансов Очень мало Либо нравится Компоновка Либо не нравится То есть Реализм Если с композицией Не очень То по крайней мере Может быть Очень высокий Навык рисования Классно лицо нарисовано Руки красивые И так далее А композиция При этом Может быть Весьма посредственной И не цепляющей Но при этом Все остальное классно И поэтому Зрителю нравится С абстракцией Совсем не так Ну и соответственно Сулаж Ну кстати Уже Девяносто Сколько Восемь Нет Девяносто Шесть Не могу посчитать Короче Ему уже почти сто И он все еще жив И он все еще творит И по-моему Это прям очень круто И Это говорит о том Что с художниками Работающими С черным цветом Все в порядке Однако Это также может Говорить о том Что возможно Он действительно Дьявол Во вличии человека И живет так долго Это почему я так сказала Потому что Недавно В комментариях В инстаграме У меня там есть Фотографии Процесса работы И какой-то товарищ Написал Так много Черного Уж не сатанали В женском обличии И это заставило Меня задуматься Как люди воспринимают Мое творчество Может быть мне действительно Что-то изменить Рисовать например Как клайн Белым А не черным И что-то изменится В моей жизни Не знаю Очень странно Ну короче говоря Сулаж Хорош тем Что он Ну чем он мне еще нравится Тем что он В своих работах Говорит не о черном А белом цвете А он всегда говорит О свободе То есть для него Абстракция Это свобода И пожалуй для меня В первую очередь Абстракция Это свобода Это отсутствие Желания понравиться Вот как раз таки То что есть в изобилии В реализме Это желание Понравиться зрителю Абстракции Это практически Напрочь отсутствует То есть человек Либо творит от души Ну либо не творит И все Для меня абстракция Это свобода Не желать Чтобы Там Человек восхищался И хотел купить Тролливая Для меня это вот Мне просто нравится И все И то что Сулаж Пишет о свободе О работе со светом Тоже мне очень близко При этом у него Есть огромное множество Различных совершенно работ Ну к примеру Да вот Здесь работа Практически С жидкой краской То есть вот В этих местах Она просвечивает Ты знаете Есть такая вещь Как подмалевок В масляной живописи Ну и в акриловой живописи Тоже То есть когда Человек рисует Он сначала делает эскиз И потом эскиз Переносит Короче на холст Ну или там На картон И делает подмалевок И вот подмалевок Это короче Прозрачная красочка Он просто раскладывает Основные цвета работы Так чтобы это были Как направляющие у него И зачастую Потом автор Не перекрывает подмалевок Краской А оставляет часть Холста Ну такой С жидкой краской Ну например Та же самая Она светится изнутри То есть не просто Да Это краски наложенные А такое свечение приятное Это очень многое есть Кстати у художников Возрождения Поскольку они работали Как раз таки Прозрачной краской И лисировками Это немножко подальше От абстракции Просто чтобы стало понятно И вот у сулажа Как раз есть целый цикл работ Где он работает С прозрачностью Черного цвета На соответственно Холсте И в зависимости от того Какой черный цвет Он использует Работа светится по-разному Это может быть черный Там в мадженту Черный в синий Черный в желтый И соответственно Вот эти просветы Они другого цвета И по-моему Это ну В первую очередь Говорит о нем Как об экспериментаторе То есть Как и он сам о себе пишет Что я технический специалист То есть ему реально Интересно посмотреть А что будет Если сделать краску Чуть пожиже А что будет Если чуть погуще И соответственно Вот вся его жизнь Это как бы такая Иллюстрация к тому Что будет если И вот эти работы Справа Это как раз таки Последний И вот цикл С работой с текстурой С фактурой Краски И с наложением То есть здесь мы видим Именно Не краску А свет Отраженный От черного пространства Это можно Наверное Такая поэтическая Ассоциация Свет Который может Отразиться От черного Хотя это в принципе Ну как бы да Невозможно Потому что черный Он поглощает цвет И не отражает А вот сулаш сумел То есть в принципе У нас в России тоже есть Довольно много художников Работающих с черным Но я не стала Всех про всех рассказывать Эта лекция не закончилась бы никогда Потому что действительно Это притягательный цвет И притягательная техника Для абстракционистов И особенно конечно для авангарда Поскольку это Ну сложно для восприятия Общественностью Авангарду очень нравится Когда сложен ли восприятие Общественностью Но при этом Кроме плоскости Черный Также выходит И за рамки Полотна Ну об этом Я могла бы тоже Целую лекцию прочитать Но мне бы хотелось Просто упомянуть Чтобы эта тема Не осталась Не затронутой Когда художник Выходит в инсталляцию В рельеф В скульптуру То есть он начинает Работать с разными материалами И ну вы знаете Да что такое инсталляция Наверное Это в принципе скульптура Но только она сделана Из разных материалов Ну то есть Если у вас Не если У вас у всех есть компьютеры И когда вы что-то устанавливаете Там написано Installation И вот ну как бы Это есть установка И соответственно Именно про инсталляцию Мне не хотелось рассказать К примеру Вот есть такая Совершенно потрясающая серия Инсталляции Моники Грижмала Я не знаю Сумели как правильно Произносить ее имя Поэтому Вот этой девушке Она работает с черным С черной пленкой С черным скотчем Она просто вот так Натягивает В галереях И получается Вот волны черные И так далее То есть фактически Это полотна Которые вышли Из рамок холста И на мой взгляд Это просто нереально круто И хотелось бы именно Очутиться в этом месте Потому что Ну на картинках Это наверное прикольно А когда Действительно Находишь рядом С масштабной инсталляцией Или с ландшафтной инсталляцией То ощущение Совершенно другое Это так же Как в принципе С любым Искусством То есть его желательно Тет-а-тет Не так Что в интернете посмотрели А в реальности В общем-то Именно за этим Стоит ходить в музей Чтобы посмотреть По-настоящему Как это выглядит Без цветокоррекции Без ужасных мониторов И так далее И с инсталляциями Это еще в большей степени И вот еще парочка работ Немецкий коллектив Виографик Рано или поздно Все это упадет Мне она нравится Даже не только Из-за названия Но и Из-за Динамики Этой инсталляции Причем В интернете Есть фотографии С разных точек И в принципе Все они очень классные И как раз Она мне напоминает Работы Франца Клайна Которых мы говорили Чуть ранее Тот который С контрформой И Пьера Сулажа То есть Это вот Свобода работы С пространством И светом И при этом Это в принципе Черные какие-то Да Геометрические фигуры Которые просто Приклеены к потолку На мой взгляд В инсталляции Есть еще больше Возможностей Для работы Со зрителем Другое дело Что Чтобы посмотреть И насладиться Живописью Часто Достаточно Просто Открыть В браузере Картину Ну то есть Это возможно А чтобы Насладиться По-настоящему Инсталляцией Конечно Одной фотографии Будет недостаточно Ну и вот Еще одна работа Тоже довольно симпатичная Черные воздушные шары В принципе Ничего особенного Но Здесь опять-таки Присутствует Ритмика Да И вот Тот самый Приглашение К входу В картину В данном случае В инсталляцию То есть Хочется Оказаться внутри То есть Не обойти А оказаться внутри Но К сожалению Нам с вами Сейчас это невозможно И я думаю Что даже если бы мы были там Не стоило бы Этого делать Ну в общем-то На сегодня Я думаю Это все Если вдруг Вы вспомните Какой-то вопрос Который вас мучил Но вы его забыли Вы всегда можете написать Мне лично В соцсетях На почту Или обратиться В галерею В лампы Ну в общем-то все С вами была Софья Мираедова Всем спасибо Продолжение следует...